Здравствуйте, друзья! Я Наталья Фесик, методист Центра Аркадия Петрова Древа Жизни. Естественно, я методист, который передает систему знаний, созданную этим автором. У системы знаний есть и система передачи этих знаний, которые есть в нашей жизни по аналогии с системой обучения. Со многими из вас мы встречались уже и на базовом курсе, который дает основу знаний, практических навыков, мировоззренческих установок, которые позволяют вам ориентироваться, принимать решения и достигать цели по восстановлению здоровья, изменению ситуации в личной жизни, регенерации органов. Дальше идет спецификация, специализация на мастер-классах, когда меньше теорий, но больше практических моментов в занятиях по восстановлению органов и регенерации. Но есть вот эти таинственные ступени Древа Жизни. Очень часто возникает вопрос, а что это за ступени? Скажу коротко, это разные этажи здания по имени мира здания. Причем строилось оно, вопреки правилам нашей Земли, гравитационным законам, не снизу вверх от фундамента вверх, а наоборот. Из света, из источника шли те энергии, которые образовывали бесконечные области, в которых проявлялись качества Бога, имеющие проявления в Его имени, которые проявляются в тех наставниках, ангелах, архангелах, которые назначал Создатель, Которые имеют свое проявление уже ближе к нам, в материальной структуре нашей Солнечной системы, определенного участка космоса, где мы проходим опыт на планете Земля. И вот здесь уже проекция идет на наш физический мир, в котором наше тело – это микрокосмос, тождественный по своей структуре космосу большому. И органы соответствуют определенным планетам и связаны с определенными духовными областями или сефирами, или сефиротами. Называйте, как хотите. Суть не в этом. Суть в том, что первая ступень – это удивительная ступень, с которой все начинается. Если все формирование шло сверху вниз, то мы совершаем обратный путь, восхождение. И начинаем, конечно, его в той области, которой носит название Малкут. Сефир Малкут. Ее центр – Земля. В переводе название означает «царство», «господин» и «царь». И вот тут возникает вопрос. А что за царство? А чему царь? Кому, господин? Оказывается, это не имеет общего с нашими обыденными вульгарными представлениями. Вульгария значит обычный. Это понятие Создателя. Он нам дает это место – Землю. Он нам дает нас самих, наше физическое тело, как храм души, как лабораторию, как определенный полигон, в котором мы обретаем опыт совершенствования, гармонизации всех частей, всех элементов, на всех уровнях, как по горизонтали, так и по вертикали. Вот из этой начальной точки, где мы осознаем свою ответственность и осознаем новое понимание и царства, которое нам вручено, и своей ответственности, как управители этого царства, мы поднимаемся ко второй сефире. Эта сефир носит название Есот. Связана в планетарном масштабе с Луной. А что такое Луна? Это наша ночная спутница. Это наша таинственная, непостижимая до конца еще помощница. Да, помощница. Потому что управляет всеми жидкостными средами, как во внешнем нашем мире, нашими океанами, морями, приливами, отливами, так и в нашем организме. А еще управляет нашим подсознанием, нашими инстинктами и нашими рефлексиями. Дальше идет путь к сефире ход. Ход связан с Меркурием. Все знают образ Меркурия с замечательными крылышками на сандалиях, на шлеме, который везде все успевает, потому что он посредник между Богом и Землей, потому что он покровительствует и торговле, и науке, и журналистике, и артистам. И здесь в сефире ход проявляются такие качества, как сияние, великолепие, слава. Что для нас это значит, каждый расскажет, у каждого есть свое представление. А что эти слова значат для Бога, нам надо понять. Дальше идет соединение с сефирой, которая симметрично расположена и носит название «нетца» – победа. О, мы все стараемся побеждать, мы все стараемся показать свое превосходство. Есть в человеческой натуре это двойка и божественное понимание. Это не победа над кем-то. Здесь нет жертв, нет разрушения, нет порабощения. Здесь есть преображение того, что мешает быть нам совершенными. Быть теми, на которых, собственно, и надеется Создатель, творя нас по образу и своему подобию. И если вы сейчас посмотрите на силуэт, который образовался, вы сразу поймете – это силуэт чаши. Недаром называют «чаша предопределенных событий». И недаром говорят, что если ты человек, то тебе никогда не избежать этой чаши страданий, чаши предопределенных событий. Если ты не постигнешь ее законы и не сумеешь их подчинить себе, ты первый раз трусливо ее избежишь. Второй раз случайно тебя обнесут. Не волнуйся, тебе ее преподнесут в третий раз. И видно, что не все могут преодолеть эти толкования, которые сам вносит в эти сефиры. Потому что нет сегодня мира на земле и гармонии. Поэтому есть войны, в которых есть жертвы, в которых есть победители и побежденные. Есть сияние великолепия, в которых не стоит и выеденного яйца, мыльного пузыря, который ничего общего не имеет с реальными достижениями. И только надуманы и придуманы. Есть основания, которые также на песке и рассыпаются в любой момент. И нам нужно вот эту чашу не только преобразовать и сделать опору, но еще и дальше восходить ко второй ступени, когда следующими качествами, осмысленными, преображенными возникнет соответствующий треугольник и возникнет замкнутая фигура. И это уже не будет чашей испытаний. Это уже будет гармония. А что такое гармония? Мира всех вещей говорили древние. Гармония установится в мире тогда, когда мир силы сменится силой мира. Одни и те же слова, просто поставленные в другое наследование. И все становится по-другому. Приходите. Давайте вместе пофигать. Давайте вместе обучаться. Потому что каждый ваш вопрос, каждый ваш взгляд – это и моя проверка, это и мой взгляд. Мы все вместе проходим одни и те же области. До встречи.